Мои дорогие, привет! Привет-привет! Представляете? Думаете, за что я запинаюсь? Целый пакет, блин! Короче, бегала в магазин за луком. И что думаете, я купила? Блядь, ну это уму непостижимо. Вот человек пошел за луком. Я купила вина. Все то, какое... Много купила вина. Короче, в магните на последние экземпляры скидки. Я купила вино все практически с 66% скидкой. Вообще, это даром! Я тебе сейчас покажу, но я не могу не показать. Картошку почистила, заодно мусор вынесла. Купила два больших лука. Один в картошку, один в салат. Блин, ну вот те, кто знает цены на вино, я купила вот такую вот фанагорию. 2015 год. Ручной сбор. Выдержано в бочках. Каберне-савиньон. Географического наименования. Красное-сухое. Блин, я купила фанагорию. Я купила Беллис. Я купила Беллис. Ну, блин, все, все. Вот одно из моих любимых вин. Я купила вот это вино. Опять получила. Знаешь, я хотела снять кулинарный влог. Типа я готовлю. Там такая порядочная. Ну, видите, порядочность-то во мне, видать, никакой. Блин, я не могу. Я купила вот такое вот вино. И еще две бутылки. Я сейчас назову цену, но они просто смешные. Вот такое вот вино. Защищенная география. Красное-сухое. IGT. Регион Кастилья. Изготовленная из винограда сортов Темпронилья. 50%. Каберне-савиньон 50%. Сейчас, сейчас. И купила вот такую вот бутылку вина. Это вообще. Это наше тоже. Белое-сухое. Это Фанагория. Из винограда сортов Шардоне и Савиньон Блан. Выращенные на фанагорийских виноградниках Таманского полуострова. Я вам сейчас скажу цены. Если честно, я вообще обалдела от цен. Просто обалдела. А там девушка-администратор. Она мне как-то мне говорит. Я говорю, слушай, говорю. Иди сюда. Я говорю, мне говори правду. Что за вино, говорю. Что за подосланное. Она говорит, берите, не бойтесь. У нас, говорит, перегружены склады. Нам руководство дало установку. Все какие-то последние экземпляры вин. Чтобы продавали по вообще паховым ценам. Вино Крю Лермонт Кап Савиньон. Так. Вот это, наверное. Темпро-Лермонт Кап Савиньон. Крю. Тут такое слово есть. Кабернет. Кабернет. Продукт Испания. Так. Вино Салас Темпор Каберне. А. Темп. А, вот. Вот это вот вино стоит 199 рублей. Ну, в общем, вот. Понимаете? 2016 год. Кабернет Савиньон. Сухое красное. Айджи. 199 рублей. Да вы пойдите, купите такое вино. Никогда в жизни не купите за такие деньги. Так. Вино Маркес Карнтер Ант. Вот это вот. Вот это вот вино стоит 265 рублей. 265. Ну, вы представляете? Красное Сухое. Део Кэри Охо. Вот это вообще обалденное вино. Вот это вот, короче, всем рекомендую. Даже вот понравится. Даже и те, кто не любит сухие вина, вот это вино понравится 100%. Представляете? Вот это вино стоит 265 рублей. Вот это вот вино, а моторы 199. У него цена 700 рублей. Все 60% скидкой. Нет, вы представьте только. Италия. Регион винета. Год урожая 2017. Состав вино и сорта винограда. Мерло 85. Карвина вердонезе 8. Санджавезе 7. Консервант диоксид серы. Красное полусухое. Блин, представляете? Нет, ну вот. Я просто пошла за вином. Ой, я просто пошла за... Каким за сыром, господи? Фуд тайм. Вот это вот вино стоит 115 рублей. 300 рублей ему цена. 300, понимаете? А я купила за 115. Простые рецепты к хорошему вину. Шардонез, шардонез, савиньон блан. Блин, ну фанагория, ну это же... Это же хорошая линейка вин. Так, и фанагория, кабернет. Вот это вот. И пакет магнит. Получен у нас скидка рублей 48. Лук, блин, зато 37 рублей купила. Ликер Беллис я купила за 520 рублей. Ясно. За 520. Ну пойдите, купите Беллис за 520 рублей. Целых 0,5. Блин, я так рада. Я просто пошла за... Я просто пошла за... Зачем? Я просто пошла за луком. И тут такая удача. Но это реально я расцениваю. Это как удача. Так, вместо расчетов магнитостянка. Вот я не могу понять, сколько вино стоит. Неужели мне его бесплатно отдали? Марки, скабернет, савиньон. Так. Так, вот это я точно... Это за 115-то я точно знаю, какое Беллис я точно знаю. Так, пакет магнит. А моторы это я точно вижу. Марки, так, это это. Короче, вот это стоит 225 рублей. Оно тоже стоит 700 рублей. 700. Я закупила за 225. Какая именно умница. Какая именно умница. Можно загружать вот это вот все в свои, как сказать, в свои закрома. Вот сколько много купила. Вот хорошего, качественного вина. А итоговый чек, итоговая сумма по чеку. Ну, блядь, ну это вообще, это смешно просто. 1564. Да это еще там лук на 37 рублей. Я так рада. Я так рада вообще. Вот сейчас приедет Женька. А у меня есть, допустим, чем встретить подругу. И так всегда. Понимаете? Мне так классно, так вот вообще здорово, когда к тебе любой человек придет в гости, и у тебя есть вино на выбор. У тебя есть розовое, красное, у тебя есть шампанское, у тебя есть то, другое. Это вообще-то так здорово. Кстати, кто, многие будут мне говорить. Вас же смотрят дети. Слушайте, я видела, как дети себя ведут на дне города. Я видела. Вот если бы меня вот эти дети смотрели, они никогда бы не стали пить те напитки, которые они пьют, и в таких количествах, в которых они пьют. Вот именно, что если меня смотрят дети, то пускай они учатся хорошей, вольготной жизни. Счастливой. Блин, вот какие радости меня могут сделать счастливой. Просто. Так, мне надо помыть рук, мне надо помыть руки и начать готовить. Ведь я хотела сделать кулинарную влогу, вы представляете? И она опять начала с вина. Все начинается с вина. А кто-то говорит, все начинается с цветов. Не знаю, у меня все начинается с вина. У любого взрослого, адекватного человека все начинается с вина. А кстати... Кстати, 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 кстати. И вообще, знаете, я не воспринимаю, допустим, свое пристрастие к вину каким-то, вот знаете, прям вот аховым-аховым делом. Я ведь не алкоголичка, я, может быть, вам такой кажусь, но я таковой не являюсь. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Так. Так, так, так. Что я хочу показать? Я же хотела начать готовить салат. Я сварила яйца. Я сварила кальмары. Представляете, был килограмм кальмаров, а получилось вот столько. Очистила, сварила. В салат буду класть кальмары, салат. Ой, кальмары, сыр. Сыр, да, кстати. Кальмары, яйцо, сыр и лук. Лука будет много. Я вот думаю, надо залезть его за тем тазиком. Если салата будет много, это будет вообще клево. Яйца варила здесь. Если салата хватит, возьму завтра на работу, нам с Маринкой есть. Почему говорю с Маринкой постоянно? Потому что Маринка точно такая же обжора, как и я. А Неска, она вообще ничего не ест. Ну вот, представляете, вот человек, вот, кстати, кстати, человек весит, блядь, 37 килограмм, она ничего не ест. Вы представляете? Она курит в дико больших количествах. Она пьет пепси с вишней. И мусор вынесла. Картошку почистила дыню. Там вот это вот все. На улице дождь идет. И, представляете, грязь. Грязь. Вот я бы согласна, чтобы дождь шел всегда. Я очень люблю дождь, но я не люблю грязь. У нас на Урале это невозможно. У нас же чернозем. Развесила белье. Сейчас ко мне моя маленькая подружка приедет в гости. Моя маленькая подружка это Латка. Потому что она мне оставила голосовое сообщение. Такая, Инна, приезжай к нам в гости. Потом, короче, запуталась. Говорит, нет, нет, не приезжай, я сама к тебе приеду. Ох, маленькая какая проныра. А я и не хотела ехать к ним. Ммм. Я не знаю, получится Латку уторкать или нет, спать. Но мне нужно еще собрать мой диван. Потому что Лада всегда сидит, лежит на диване. Когда приезжает. И это... Ой-ой-ой-ой-ой. Чую, телефон-то уже на Ладан дышит. Уже съезжает. Чую-чую. Вот еле заметила. Ну, блядь, это подставка. Так, 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 так. Я достала этот тазик. Мне нужно что начать делать? Мне нужно достать сковороду. Я же картошку сейчас буду жарить. Надо убрать чайник отсюда, потому что... Так. Мне даже вино никуда ставили, представляете? Так, надо сок отсюда убрать, чтобы он не портил всю картину. Сейчас я загружу туда вино. А многие люди, которые говорят, что я алкоголичка, да вы просто мне завидуете. Не каждый сможет иметь дома столько алкоголя и не спиться. Вот, ну, не каждый сможет. А я могу. Я могу. И могу себе позволить вообще все, 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 что я хочу. Вот, короче, представляете, две бутылки не влазят. Ну, вот не влазят. Вот уже там все под завязочку в столе. И все, не могу остановиться. Все, что-то, все, что-то скупаю. Но я не понимаю, как можно зайти в магазин и увидеть скидку на хорошие, потрясающие напитки в 66% и не взять их. Я всегда все беру. Так, 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 сейчас мы поставим жариться картошку. Наверное, вот такой сковороды же хватит, да? Так. Блин. Вот себя могу радовать только я. Приятными ценами. Так. У меня вот у этой сковороды, что характерно, нет крышки. Так. Нет, наверное, маловато масла. Маловато. Сейчас она разогреется. Так, давай картошку не жарила. Мне кажется, наверное, лет 6 не жарила картошку. Ну, это же невозможно, да, забыть, как она делается. Тут так-то ума не надо много. Сейчас покажу. Почистила, порезала. О! Битком. Так, сейчас мне нужно взять... Я так хочу посмотреть, чтобы это... Постельное белье высохло. Специально развесила я его, чтобы печейки были много. Всю маленькую картошку исчистила. Оставила себе только крупненькие. Так, что-то я не то делаю. Сейчас я знаю, что сделать надо. Крышка чистая, можно было ее вообще не мыть. Сейчас я... Так. Так, 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 так. Все. Смешать это и буду. Ну, наверное... Так, надо убавить газ. Все. Больнее внук бы, кто почистил, а. Никто же, блин, не придет, не почистит. Все самой надо сделать. Фух. Кулинарно-винный блок. И, блин. Посмотрите, да, внук какой. Ну, прям как голова вообще, величиной с головой. Надо... А! Что порезаться не хватало. На сковороде все шкварчит. Я такой вообще шеф-повар. Ну, серьезно, я пошла за луком. Я даже не знала, что там вина по каким-то там бросовым ценам. А там девушки до меня хэвиси купили за 700 рублей 05, представляете? Ну, я бы тоже схватила. Они взяли две последние бутылки. Стоя, но не хотим. Или, например, можно было бы пойти потом кому-нибудь на день рождения, ну, мужчину какой-нибудь поздравить. Например, отблагодарить, ну, не преподавателя, а врача. А почему нет? Людей нужно благодарить. И если они идут к вам на встречу, маленькие презенты никто не отменял. Можно подарить учителю, преподавателю, врачу. Ну, дай бог, конечно, чтобы не обращаться к врачам. Так. Я же нифига не мешаю. Стою тут, болтаю, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Телефон, на телефон поглядываю, думаю, не съехал, чтобы он. Эти поварешку, как она? Не поварешка, а эта фигня. Которая мешаю. Которая называется шумовка. По-правильному. Которая достает пельнение. Вот тут держу в раковине. Ну, потому что у меня чистая раковина. Та-дам, та-дам. Так. Вот сейчас уже чувствую слезки на колесках. Блин, я Белис купила за 520. Я молодец. Я молодец. Я прям собой горжусь, какая экономная. Лук плачет. Прямо вот плачет. Скатывается прям вот такая, как сказать. Где вот тряпка? Ненавидит ли мне винишко? В честь такого праздничка. А какой у меня более праздник-то? Женька прислала сообщение, как Лада там гасится на празднике на детском. У нас каждую, в нашем городе, каждые выходные, в воскресенье, в торговом центре Октябрьский проходит праздник. Так, подожди. На картошку можно и синий лук. А на салат нужно белый. Чтобы не было этого ужасного. Сейчас я быстренько на картошку порежу. Как Лада гасится, веселится-то. Вот ребенок не был в городе. Целую неделю уезжала к бабушке. Я говорю про Ладу сейчас. Приезжает и первым делом поздоровилась с мамой и спрашивает, а где Инна? Вот. Меня любят дети. Меня любят все хорошие люди. Вы понимаете? Так, сейчас мы порежем быстренько лук. И в картошку его положим. Я уже руки мыла. Надо сполоснуть. Посмотри, какая милая картошечка. О! Вот это да! Вот это Инна Кулинар! Мама звонила. Арсений уехал уже к ней. Арсюша уже уехал к ней. В лабень уехал. И взял с собой друга своего. Мама говорит, я говорю, мама, ты что? Ты там работаешь или там на приеме гостей? Она говорит, хочешь, и ты приезжай. Я говорю, мам, я же работаю. Она говорит, ну это дело-то ведь, говорит, не хитрое. Я, говорит, еще как-то удивляюсь, что ты работаешь. Что ты каждый день говоришь, что ты не хочешь идти на работу. И что ты все еще работаешь. Кстати, представляете, мне кот-то ведь все еще не пришел. Так, первая партия лука. Надо посолить немножечко. Совсем не соленая еда, она очень пресная. Короче, с луком не надо перебарщивать, но и без него никуда. Сейчас так дома жарко. Ну как жарко. Сейчас еще лука порежем. Чтобы было много лука, много картошки. Чтобы она прям была такая вкусная-вкусная. Так. Думаю, что я говорю громко. Мне, кстати, многие говорят, допустим, надень микрофон, тебя плохо слышно. Купи новую камеру. Что вы говорите, блядь, а? Разберусь сама. Та-дам, та-дам, та-дам. Сейчас я быстренько. Так, вот это вот что надо съездить? Так, лук это вот эти вот штучки. Так, вот это что-то вообще как-то подозрительно выглядит. Я не знаю, мне кажется, я крупно, да, я же лук. Хотя, что крупно-то? Вот я не знаю, я люблю лук. Я понимаю, что многие лук не едят вообще. Целоваться никто сегодня не планирует. А если планирует, то я тоже накормлю этой же самой едой. Вот и все. У меня дома нету зелени вообще. Я когда торопилась от мамы, когда уезжала, не собрала. Там-то я привыкла, что она в огороде есть. Вышла и сорвала с куста. А тут не нарвала. Может быть, в понедельник, завтра после работы пойду. Может быть, если не будет дождя, то дойду до мамы после работы. Можно даже спуститься будет с работы. Вот как бы там с горки спустился и сразу мамин дом. А работаю я в центре города, а мама живет у меня в старой части города. Чтобы вы так не спрашивали одно и то же. Сейчас перемешаем. Вообще давно не жарила картошку. А раньше жарила ее на другой сковороде. Я не знаю, телефон... Да мне Женька не дозвонится. Я телефон сделала на авиарежим, на который снимаю. Но у меня ватсап есть. Ничего Женька напишет, догадается. Так, тем более праздник начался в 12. Сейчас время час. Он только через полчасика праздник закончится. А я уже сниму свой влог. Так, так, так. Следующий кричит заведующий. Прямо 7 поток уже сошло. Ну ты же, надо же, а? Вечером вымоешься под душем. Утром вымоешься. И все равно откуда-то... Нет, ну вот знаете, что характерно? Я сама по себе... Вот есть люди, которые... Которые вот, когда вспреют, пахнут... Прям, знаете, бывает, прям как коник пахнут. А у меня такого нет. У меня с физиологией все в порядке. Как это там? Я, может быть, неправильно выразилась. Но, в общем, все в порядке. Да, если с мя печет, знаете, там в три ручья. Никакого постороннего запаха никогда не будет. Никогда. Так, будем резать кальмары. Так, это что-то я их так начала резать. Совсем одурела, что ли? Так. Ой, блядь. Ну, как порежу, так порежу. Кстати, такие мягонькие. Я уже, когда сварила, когда доставала их из горячей воды, попробовала. Мягонькие. Я их не переварила, не резиновые, ничего. У меня мама бы за такую резку убила. Она стала бы, Инна, ну разве так режут? Ты портишь продукты. Чего я не порчу? Я же для себя делаю. А не на банкет. Та-дам, та-дам, та-дам. Так, подожди. У меня вино-то есть, нет в холодильнике? У меня есть шампанское. Вот это я точно знаю. Вот эту бутылочку шампанского, льва, галицына. А нахер знает, сколько уже лежит. Вот у мамы у меня, знаете, как сказать? Сейчас я вот эту вот бутылочку вина положу. У мамы у меня в холодильнике есть, знаете, такая даже, как сказать, ячейка для вин. А тут такой ячейки нет. Где были мои глазоньки, когда я положу бутылочку вина прохладненького? Сейчас Женя приедет. И мы откроем бутылочку вина. Сама себе по губам дала и налила на себя. Блин, или, может быть, посолит каждый у себя в тарелке. Нет, и нет, все-таки пищу надо солить. Такая беленькая. Ох, какая. Хоть бы в кашу не превратилась, а. Так. Как бы удобно было бы вот сюда поставить этот тазик и сюда складывать. Тазик я не протираю, потому что я его вот убрала недавно. Я его убрала недавно совсем. Там все чистое. Та-дам, та-дам, та-дам. Так, надо еще будет потереть сыр. Но сыр же я не буду соломкой тереть, соломкой делать. Я вообще просто офигеваю. А как-то килограмм кальмаров, вот, стойка мало сварилась. Ну, как так? Как так может увариться продукт? Точно самое грибы. Допустим, когда их на сковороду кладешь, прежде чем жарить, она битком набита, а потом только дно закрывает. Ну, это очень вкусно. Представляете, я вот стою, и у меня даже вот сейчас течет по спине. Так. Сейчас я быстренько все приготовлю. Женька-то еще тот едок. Женька толком ничего не ест, не пьет. А, вот я про Настю начала говорить. Представляете, килограмм, 37 килограмм весит. Блядь, и она на диете. Вы представляете? Это вот учел у человека с головой. Я говорю, Настя, идем поедим. Причем она готовит, она так едет там. Она готовит так вкусно. Всякие эти. Тортики, пироженки там туда-сюда. И она вот съест одну штучку и все. У нее прям, знаете, как внутренний ступор. Она вот прям не то чтобы, она прям как нарисичка себя ведет. Не знаю, блядь. Ну, это же вкусно поесть. Это же очень вкусно. Фу, блин. Течет, блин, в три ручья все. Так. С кальмарчиками практически разобралась. Я же оттуда эти сердцевинки доставала. У меня все нормально. Я же их прям выворачивала, тушку кальмарчика целую. Ой, сколько кальмаров я в своей жизни перечислила. Когда мы с мамой ходили там на подработку, там, допустим, какие-нибудь банкеты какие-нибудь обслуживать. Сколько, господи, сколько я всего этого... Я так-то только выделываюсь, что я не умею, не хочу. Я так-то все умею и все могу. Все умею и все могу. У меня вот так-то еще можно мастер-классы брать. Так. Ну все, представляете, вот кальмаров сколько получилось. Да, убывается страшная сила. Вот так. Пахнет рыбой. Ну, как сказать, не рыбой, а вот кальмарами. Блядь, посуду будет такое неблагодарное дело. Вот у меня уже душла от... Как сказать, от этой... От картошки стоит эта... Тарелка от кальмаров. Вот вроде бы все такое чистое, но это же, блядь, все надо мыть. Так, мне нужно это... Еще надо это собрать. Белье надо собрать, диван надо собрать. Фух. Сейчас я буду с яйцом разбираться. Ну да. Французские сковороды. Как они называются? Тефаль. Нет, не подгорает. Нормально. Кстати, кстати, жарит практически без масла. Ой, 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 ой. Телефончик, сука. Чуть не скатился. Постоянно говорю одно и то же. Постоянно говорю, что мне нужно купить эту штуку, и все, блядь, никак не могу купить. Аж бесит. Я что-то от тебя раздражаю. Постоянно говорю, что я не могу купить эту штуку, и все, блядь, никак не могу купить эту штуку, и все, блядь, никак не могу купить эту штуку. Если ты пересолила, то ты влюбилась. Я не верю. Но иногда кого-нибудь стебануть можно. Я всегда, в принципе, когда солю, я пересаливаю. Поэтому я стараюсь не солить. Если я готовлю для кого-то, вот так сказать, ну не только для себя, я стараюсь не солить. Что я точно знаю, допустим, что кто-то будет есть эту еду. Ну, вот все нормальные люди лопаткой, да, делают. Еще маленечко, тут же много картошки. Завтра пойду зелень не нарву. Так. Что опять с лицом? Ну, вот оно не чистится. Вот не, что мне, вот как быть. Прилипает. Это говорит о том, что яйца свежие или яйца? А нет, нормально очистилась. Вроде ничего. Так, сейчас я заложу. Так. 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 О. О. Ну, все, нормально же такой салат будет, да? Я-то, правда, не помню, что сыр добавляют. Но я думаю, что если кальмаров так мало, а лука я планирую положить много, потому что я хочу салат с луком. Потому что лук полезен, его надо есть. Я хочу прям салат с луком. Чтобы его было много. Кстати, вот у меня в видео, там, где я у Эльвины в гостях, Ольгин муж, Коля, он делает, он так классно маринует лук к шашлаку вообще. Он так, это так потрясающе вкусно. И всегда, вот мы когда встречаемся, всегда делает этот лук. И мы все его жрём, как драконы. Да, блин. Яйцо практически развалилось. Как-то вот картошка-то не особо держит форму. Может, потому что она старая? Может, потому что у меня руки с жопы растут? Как бы тут все варианты, да, надо рассматривать. Но имеется в виду, как старая. Старая, что она прошлогодняя. Маленечко льём. Суховато будет тоже, не дай бог. Маленечко льём. Ну, блядь, свинья. Вот у меня уже лук тут. Лук валяется. Одна скорлужка от яйца тоже валяется на полу. Да, блин. Ну, что это такое? Надо чистить так, чтобы этим. Маленькие-то эти. А то... Эти маленькие от скорлупки не попадались. Я помню этот фильм из детства, свой Бетховен. Кто смотрел фильм про Синбернара, про Бетховена? Там, когда дети хотели уломать своего отца, чтобы он то ли разрешил собаку, то ли он вернул её из приюта. В тот момент не помню. Они проснулись утром и начали готовить папе завтрак. И эта маленькая, такая малышка, третий самый младший ребёнок в семье. Ну, блин, морги даже, да, смотрели Бетховена? Это ж по-любому. Я ж не могла его одна смотреть в детстве. Такой хороший фильм для семейного просмотра. Папа сел утром за завтрак. И маленькая говорит, это яичница, потому что это я её приготовила, эту яичницу. Папа, ну там, типа, скорлупа. Он такой, да, моя малышка, типа, потому что всё в порядке. Такую рожу скривил. Вот, вот, хорошая жизнь, да? Бокалы вымыла, и они опять на столе. Вот. Кстати, да, возвращаясь к теме алкоголизма, если я вам показываю вина, это не говорит о том, что я вас склоняю к алкоголю, к распитию спиртных напитков. Не говорит абсолютно. Это говорит о том, что я хочу вам сообщить, что в магните потрясающие скидки. Я так говорю, как будто бы, знаете, да, на самом деле, магнит мне доплачивает за рекламу. А тут никто не доплачивает, это мне никто не дарит. Мне только Василёк вещи... Посмотрите, лицо, да, очистилось. И только Василёк вещи на обзор высылает. Магнит мне вино на обзор не даёт. Ну, а если это хорошее, как бы, я и за бесплатное это скажу, что это хорошее. Потому что я с вами делюсь всем самым лучшим. Так, 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 так. Сейчас мы соберём. И надо чистить лук, и надо тереть сыр. И будет всё готово. А потом я быстренько затру пол. и быстренько соберу пастель. Рабочая поверхность, рабочая поверхность. Так-то у меня много рабочих поверхностей. Считайте, вот этот стол, на котором стоит. На котором у меня кружки. Вот этот, вот стол, рабочая поверхность. Мне надо такое освещение, чтобы оно, чтобы видно было. Я могу, допустим, когда я сама готовлю, я режу хоть где. А так, а так у меня получается, чтобы освещение было нормально, только сюда поставлю. Всё, я режу лук, и практически салат готов. А, как, блядь, практически? Ничего не практически, ещё же сыр. Ох! Так. Ещё сыр. И салат получится такой белый-белый. Даже ничего не будет такого, как бы, не разбавит. Сыра столько или много? Так, салата, в общем, пока вот столько. Тут пальмары и яйцо. Ещё лук и сыр. И, наверное, увеличится. Сейчас потрем на крупной тёрке. Сейчас я мига. Практически праздник. Ну, а чё, ко мне Женька приедет? Конечно, праздник. Конечно, я понимаю, что с Женькой мы часто видимся. Так мы с ней всегда. Когда Женька Ладу не родила, я несколько дней из-подряд могла жить у Женьки. В то время, когда я ещё жила с мамой. Я уеду к Женьке и тусуюсь у неё. А Женька не хочет меня отпускать. Так она говорит, ты чё? Оставайся у меня. А Женя на тот момент уже жила одна. Кстати, меня там спрашивали, сколько лет я уже живу одна. Я живу лет восемь, наверное, одна. Лет восемь живу в этой квартире. До этого жила с мамой в соседнем доме. И, наверное, я так думаю, что вопрос такой с подоплёкой. Почему, я так предполагаю, почему, наверное, у девушки не складывается личная жизнь? Типа, вроде бы ничего же не мешает? Может быть, наверное, думали, что я там маминым вниманием, под маминой пятой. Не, не, нифига, это вообще не про меня. Не про меня и не про мою маму. Нам всем нужно личное пространство. Мы не можем находиться друг с другом вместе долгое время. Всем нужны свои дома, свои квартиры. У меня мама даже папе говорил, знаете, я с тобой живу только из-за кэри, потому что ты сгубишь собаку. Представляете? Это, знаете, это вот та же история, когда я смотрю твой канал только из-за Тихона. Если я завтра пойду к маме, если эта маленькая рожа будет где-то ходить поблизости, я имею в виду протишеньку, то я, конечно же, его засниму. Такого красавчика. Вообще, если честно, я от него отдыхаю. От его мявка, от его шерсти. С ним ни поесть, ни поспать, ничего с ним не сделаешь. Ты ложишься спать, он идет к тебе, и на подушечке тебе сказки рассказывает, прям в ухо. А я такое не люблю. Спать на подушке со зверем, который бегал по садовым огородам, который воровал срубленные петуховые головы и приносил их Кэрри. Все-таки зверь, он и есть зверь. Мне бы как-то вот дистанцироваться от этого. Так, я забыла про картошку. Все, поди, блядь, херам сгорело. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, картошки, блядь, хана. Столько усилий, я себе прибью, наверное. Оно нет, оно не сгорело, как бы я ее вовремя шевельнула. Немножечко поджарки есть. Ну, такие из-за дна. Нормально. Все, эта шляпа, знаете, когда говорят, что вот на этих сковородах, которые дорогие, которые, знаете, там по 3-4 тысячи. Ой, решетка съехала. Все жарится, парится, типа и без масла, без всего. Ага, конечно. Если у тебя руки растут без жопы, как у меня, то ничего не жарится и ничего не парится. Последний вот этот комочек сыра как-то не очень-то хорошо трется. От большого куска как-то легко так тереть, а тут нет. У меня прям по спине бежит пот, прям по спине. Я представляю, а если, допустим, ты ждешь гостей вообще, прям капитально, если ты делаешь несколько закусок, если ты делаешь там мясо, там вот это вот все запекаешь в духовке, ты же, наверное, вообще с ума сойти. Поэтому все и стараются летом где-то арендовать, может быть, беседку, пойти в лес там на шашлыки или где-то, может быть, на даче, на огороде столы накрыть. Потому что все же на свежем воздухе это дело-то оно получше. Ну вот, к примеру, смотрите, в наше время, вернее, в нашем климате, это не совсем возможно. Допустим, ты запланируешь свой праздник на... Ну, к примеру, если это свадьба, то это вообще обидно. Потому что хочется верить, что свадьба-то это вообще как бы один раз в жизни. Допустим, а на этот день будет там погода совершенно испортиться. А у тебя, например, платье открытое. Либо у тебя, наоборот, платье закрытое, а в этот день жара. То есть вот с нашей погодой это вообще не угадаешь. Так. Этот, нож-то где у меня? У меня все в раковине. У меня тут вообще бардак. Так, сейчас. Мусор я вынесла, там у меня дадут пакет, куда я чистила лук и все. Так что там не шибко-то и грязно в мусорке. Ну вот, у нас опять очень темно дома. Очень. Если посмотреть на... Блядь. Хотела же нож вымыть, не вымыла. Если посмотреть на квартиру целиком, она очень... Да когда у меня южная сторона... Сейчас покажу. Южная сторона. А посмотрите, какая квартира-то. Вот как темно. Вот просто темно. Солнышко заходит и хер угадаешь вообще. Там мне какая-то одна курица еще писала под видео, где салют был написан. Типа, что хорошая камера, интересный сюжет. Это блогер 21 века. Но это не про вас. Представляете? Блядь, я вообще просто хуеваю от некоторых комментариев. А представляете, захожу на ее страничку, а у нее 4 подписчика и какие-то, блядь, подосланные видео про каких-то семеро козлят, какая-то сказка. Она, наверное, думает, что у нее вот эта баба. Что у нее вообще заебись сюжет. Сказка про семеро козлят. Вот волос. Только что говорила про тишенькины волосы. Блядь, это что такое? Подожду. Где тряпка, которая руки вытирала? Блядь, целая раковина посуды, а? Ну, это же вообще полнехонько просто. Так, надо попробовать картошку-то, наверное. Приборчики, слушаю, посмотрите. Разложила, чтобы не натирать. Ну-ка. Блядь, какая рукодельница. Ну, вот я прям рукодельница. Я прям горжусь собой. Ну, для меня вот, даже вот такое вот, для меня сделать подвиг. Я не понимаю, как женщины могут кайфовать. Нет. Таких женщин не бывает. Так, все. Она готова. Ну-ка еще одну попробуем. Выключила. Блядь, все рассыпается. Потрясающе вкусно. Великолепно просто. У меня и салат практически готов. Я думаю, что если я свет включу, будет лучше видно или нет. Так. Ну и на салат, ну и пускай будет крупно. Там достаточно ингредиентов, которые могут перебить вкус лука. Последнее время, а там, кстати, девушка мне один салатик там присылала. Я его обязательно сделаю. Под одним из видео я писала. И уже писала именно, когда вы приготовите салат. Блин, все сыпется на плиту. Когда вы приготовите мой салат. И сделаю, моя хорошая сделаю. Когда? Когда дойдут руки. Я тут еще прикидав себя не могу от таких переездов. От своих шатаний, как цыган. Так. Что-то мне прорезалось. Как темно дома. Пока пошла-ка я подключу свет. Вот эти вот штуки не закрываю, потому что, видите, тут, чтобы на краях просто не было не смято. Сейчас я хочу свет. Лучше, не лучше так будет, не знаю. Вот. Сейчас я покажу дома, как жарко. Видите, окна на балконе запотели. Видите? Поэтому сейчас у меня 7 потов сошло. Так. Ничего не крупно. Прекрасно порезала лук. Прекрасно. Кому крупно, не ешьте так. Ну, посмотрите. Прекрасно? Прекрасно. 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 Ой, как-то на удивление прорезаны. Все вот эти вот. Ой, такая рукодельница. Так. А, кстати, может маслин положить еще? Черный у меня есть или нет? Так. Нет, подожди, что-то, может быть, я погорячилась с луком? Так, вкусно пахнет. Прям кальмарами пахнет. Пахнет яйцом. Прям вот пахнет всеми ингредиентами, какие есть в салате. Кальмары, яйцо, лук. Добром пахнет, в общем. Нет, на лук нарежу. Ничего не погорячилось. Все правильно я рассчитала. Прям на глазок. И все правильно. Я вообще никогда не следую никаким рецептам. Я либо знаю это, как готовится, либо я не готовлю это вообще. Либо я открываю холодильник и готовлю все то, что из чего дома есть. Какие-то вот, знаете, я считаю, что еда должна быть очень простой. Простой. Не надо вот заморачиваться. То, все, пятое, десятое, какими-то слоями, блядь, выкладывать. Вкусная еда, это обыкновенное вареное мясо. Это обыкновенная жареная рыба, стейк. Вот это вот, это вкусная еда. Самая гениальная все просто. Не нужно изобретать велосипед, он уже изобретен. Какое-то сложное блюдо к подаче. Можно пойти и съесть в ресторане. А, там, кстати, еще мне писали под видео. Мне кажется, девушку зовут Зарема. Что за мужики пошли, приезжают домой к девушке и, типа, почему бы не позвать ее в ресторан? Знаете что? Я сейчас говорю не про мишку, я говорю в общем. Я говорю про тех людей, ну, я бы не хотела сама, во-первых, появляться в обществе с человеком, с которым у меня непонятно какие отношения. Это раз. Во-вторых, 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 в моей жизни ресторанов, кабаков, вот этого куража всего было столько, что я уже от этого устала. Лет-то ведь мне до хера уже. Я устала уже, понимаете? Вся моя бурная шальная молодость, вот такая вот, она уже прошла. Мои люди, допустим, допустим, почему я во двор могу себе позволить выйти вот так вот? Да потому что все люди, которые вот меня знают, они знают, на что я вообще способна. Все люди, я же в этом дворе долго живу. Считайте, в этой квартире только уже 6 лет. Так, не прорезала, не прорезала. Блядь, это что такое я тут? Как я резала-то? Ла-ла-ла, и тут, блядь... Нет, это что за брак, я вообще не понимаю. Люди-то, которые знают меня давно, считай, в соседнем дворе, в соседнем доме я жила 16,5 лет, в этом уже 8, они помнят и серенады под окном, они помнят и написанные слова «Я тебя люблю» гудроном на стене, признание в любви, они помнят и открытие шампанского с саблей. Тут каких только чудиков-то не было, поэтому, знаете, мне сейчас хочется тихо, спокойно и дома, и без, блядь, и без лишних глаз. Вот что мне хочется. Ведь сейчас все располагает к тому, можно дома красиво насервировать стол, сесть и вкусно покушать, можно заказать суши, роллы, пиццы. О, нифига себе такое, какая крутышка. Ну и чё? Так, яйцо не прорезанное. Блядь, что я за человек такой? Если я всё порублю. Ну что? Крутой мой салат? Блядь! Им наёбаный повар. Тут не прорезала. Ну-ка, надо смотреть невнимательно ещё раз. Твою мать! Ну, посмотрите, это лук или капуста вообще? Так, всё. Нормально. Под майонезом будет очень, ой, очень даже. Короче, мне сейчас нужно весь пиздец убрать. И на полу весь убрать. Я вот думаю, вернуться мне к видео или нет? Или закончить на этом? Нет, давайте я лучше закончу, потому что время полвторого. Сейчас уже приедет Лада с Женькой. И мне нужно тут быстренько-быстренько всё собрать, всё вот это вот, всё вычистить. Всё, мои дорогие, люблю, целую. Вкусно кушайте, отдыхайте, пейте хорошие вина. Делитесь позитивом, смотрите на жизнь вот так вот, широко открытыми глазами. Будьте счастливы. Пока, мои дорогие.